Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. «Анапа» на Всемирном фестивале молодежи. Как это было и чем отличается сегодняшний фестиваль от того, который проходил в России более 30 лет назад? Греть, но не гореть. Как правильно эксплуатировать печное и газовое оборудование, чтобы обычный обогрев домовладения не стал причиной пожара? Избавиться от вредных привычек, приобщиться к спорту и правильному питанию. «Анапчан» учат жизни. Как вести себя, чтобы не попасть в группу риска сердечно-сосудистых заболеваний? Сегодня, 24 октября, в ходе 34-й сессии Совета муниципального образования состоялись выборы главы города-курорта. В работе сессии принял участие депутат Государственной думы Иван Демченко. По результатам проведенного конкурса в Совет муниципального образования было представлено решение конкурсной комиссии по двум кандидатурам, исполняющему обязанности главы «Анапы» Юрию Полякову и генеральному директору ООО «Русич» Олегу Лемехову. По итогам голосования главой города-курорта «Анапа» единогласно был избран Юрий Поляков. Я хочу в первую очередь сказать спасибо губернатору за то доверие, которое он мне оказал, и благодаря вам он не ошибся. От всей души спасибо вам, спасибо за те голоса, которые вы единогласно мне отдали. У нас впереди очень много работы, и я верю в то, что мы будем ее делать, исполнять и выполнять те поручения, которые нам поручил Вениамин Иванович. Юрий Федорович, от имени Федерального собрания, это мой округ, от имени Государственной думы, от себя лично, я поздравляю вас с избранием. Это нелегкий хлеб. Вам предстоит огромная работа. Я вам хочу сказать, самое главное, оставайтесь таким же мощным, напористым, молодым еще на многие-многие годы. Вы нам нужны. Вы нужны губернатору, вы нужны сегодня населению. Именно нужен такой мэр, который не только защитит, но и сделает все по закону. В Анапе увеличилось количество бытовых пожаров и пострадавших в огне людей. С начала года на курорте произошло 104 возгорания. Это на 7 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, неправильная эксплуатация газового и печного оборудования. С наступлением отопительного периода профилактическая работа должна быть усилена. Такую задачу поставил глава Анапы перед ответственными службами и главами сельских округов. Как выполняется поручение в следующем сюжете. Это все, что осталось от некогда красивого деревянного дома в одном из сельских округов Анапского района. Причина возгорания проста. Владелец пренебрег правилами пожарной безопасности при монтаже печного отопления. И результат такой халатности не заставил себя долго ждать. Как рассказывают сотрудники пожарного надзора, в этом году количество бытовых пожаров существенно увеличилось. Чаще всего они связаны с неправильной эксплуатацией печного оборудования. Запрещается разжигать печи легковоспламеняющимися жидкостями, бензином, керосином, дистопливом и тому подобное. Оставлять печи без присмотра, а также оставлять несовершеннолетних детей, чтобы они смотрели за печным оборудованием в момент топки. Хранить дрова и уголь непосредственно рядом с печкой и перекалывать печи. Также перед отопительным сезоном необходимо провести очистку дымоходов и мест складирования золы. Для предотвращения несчастных случаев Анапе созданы специальные рабочие комиссии, в состав которых входят представители администрации и надзорные службы. Особое внимание сельским округам, дачам и сотам. Соблюдение пожарной безопасности регулярно проверяют и в домах семей, которые находятся на социальном контроле. Специалисты госпожнадзора проводят профилактические беседы, вручают памятки. Ведь привести к беде может даже такая, неплотно прилегающая печная дверца. Однако не стоит терять бдительность и владельцев домов, куда подведено голубое топливо. Газовое оборудование также необходимо держать в исправности и вовремя проходить техобслуживание. В этом доме с отопительным котлом все в порядке, а вот нагревательная колонка явно нуждается в ремонте. Хозяйки вынесли предупреждение и еще раз напомнили о правилах противопожарной безопасности. Все выключаем, вот это у нас газ выключается. Только если мы куда-то не будем, мы сразу закрываем, потому что у нас дети маленькие. Такие выездные профилактические мероприятия приносят свои результаты. Жители действительно начинают внимательнее относиться к эксплуатации печного и газового оборудования и стараются не пользоваться самодельными приборами отопления. С отделом надзорной охраны, постоянно в тесном взаимодействии, выезжаем на мероприятия, на акты, встречаемся и на мероприятиях по пожарам, по профилактике и проводим инструктаж граждан. Сельская местность, люди привыкли разводить костры и часто забывают о пожаробезопасности. Поэтому напоминание является профилактикой и предупреждением гибели людей. С наступлением холодов риск возникновения бытовых пожаров только увеличивается. Юрий Поляков поручил главам сельских округов совместно с пожарной службой усилить профилактическую работу. Уже составлены списки домов, находящихся в зоне риска. В ближайшее время комиссия проведет расширенные подворовые обходы. А на общение вернулись из Сочи, где всю минувшую неделю проходили мероприятия Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Форумы – официальные и неформальные встречи делегатов из разных стран. До этого Советский Союз принимал фестиваль в 1985 году. Мы встретились с участниками обоих форумов, чтобы сравнить, что изменилось более чем за 30 лет. Суть Всемирного фестиваля молодежи и студентов – в нескольких секундах. Анапчане общаются со сверстником из Ганы – африканской страны, расположенной на побережье Атлантики. В Сочи приехали жители почти 200 стран. Город-курорт представляли 9 участников. Среди них – Дарина. Она преподает историю в школе села Супсех. Было очень классно. Огромное количество людей, которые приехали с разных уголков мира, которые готовы поделиться опытом, впечатлениями, эмоциями. Ощущение праздника, какого-то единства с молодежью со всего мира. В программе фестиваля встречи с интересными людьми, учеными, писателями, в том числе австралийцем Ником Вуичичем, который, несмотря на сложную генетическую аномалию, занимается серфингом, катается на скейтборде, выучился на экономиста. Его лекция называлась «Мотивация к жизни». Для меня был очень запоминающийся момент. Это был фестивальный забег. Я в нем поучаствовала, когда 4 тысячи людей бегут, и рядом с тобой бегут представители из Индии, Африки, Европы. Потом поддержка волонтеров, ребята, задающие ритм на ворованах. Знаете, это было очень классно. Это меня очень запомнилось. Потом удалось побывать на лекции Джона Смута Фитчеральда, нобелевского лауреата по физике, который рассказывал об устройстве Вселенной, о черных дырах, о гравитационных воздействиях. Сергей Лукьяненко. Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в 19-й раз. До этого дважды в 1957 и в 1985 годах он проходил в Советском Союзе. Валентина Ярмолович – один из фестивальных значков. В то время она жила на Дальнем Востоке. По комсомольской путевке ее направили в Минск на одну из площадок фестиваля. Мы говорили о мире, о дружбе, о взаимоотношениях, что не нужна война и атомную бомбу не надо производить. На этом фото она беседует с делегатами из Мексики. Этот значок – подарок от кубинских товарищей. Главное, что удивительно, люди вроде бы со всех стран, а казалось, что телевидение в газетах, только в черно-белом варианте все это было. И оттуда, оказывается, они все такие же любезные, такие же комсомольцы, такие же прогрессивные, такие же умные, так же знают и все умеют. Это было интересно знать, что все хотят мира и хотят взаимоотношений, таких вот, как и мы тоже в России. По мнению Дарины, нынешний фестиваль помог некоторым участникам в очередной раз преодолеть стереотипы, связанные с Россией и ее жителями. А самой ее пригласили в Белорусский Брест побывать в знаменитой крепости, о чем она давно мечтала. Проект памятного знака в сквере имени Павла Саркисьяна выберут с помощью конкурса. 29 октября в 11 часов в Анапе пройдет мероприятие по установке информационной таблички в основании памятного знака «Сквер имени Павла Сергеевича Саркисьяна». А также будет дан старт конкурсу на лучший эскизный проект будущего памятного знака. Напомним, председатель Анапского отделения Краснодарской региональной общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане, кавалер Ордена Красной Звезды Павел Саркисьян трагически погиб три года назад. Павел Сергеевич удостоен общественных наград Совета при главе администрации Краснодарского края за мужество и милосердие и за благотворительность. Награжден медалями за вклад в развитие Кубани третьей степени, за выдающийся вклад в развитие Анапы и за возвращение Крыма. Скверу, расположенному на пересечении улиц Астраханской и Лермонтова в Анапе, присвоено наименование «Сквер имени Павла Сергеевича Саркисьяна». Конкурс на лучший эскизный проект памятного знака планируется провести с 15 ноября по 15 декабря. Итоги подвести 30 декабря, а открытие знака приурочить к 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Принять участие в мероприятии по установке информационной таблички и в конкурсе на лучший эскизный проект памятного знака приглашаются все желающие. В преддверии Всемирного дня борьбы с инсультом Анапский центр медицинской профилактики проводит неделю акций по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как предотвратить, как лечить и как диагностировать одно из самых коварных заболеваний? Об этом и не только медики рассказывают анапчанам на выездных приемах. В России смертность от инсульта – одна из самых высоких в мире. Ежегодно погибает порядка 200 тысяч человек. Примерно столько же остаются инвалидами. В последние годы эта коварная болезнь все чаще поражает людей не только старшего, но и среднего возраста. Сотрудники Анапского центра медпрофилактики рассказывают, как не попасть в группу риска. Очень много факторов риска. Экзогенные, догенные факторы. Это наследственность, возрастная категория, наследственность, предрасположенность человека к этому заболеванию. Это если в семье бывают гипертоники, повышенное артериальное давление, сахарный диабет, сахарники. Люди с повышенным холестерином, с нарушением обмена веществ. Это ожирение, неправильное питание, стрессы различного характера, злоупотребление. Это ожирение алкоголя, спиртных напитков и никотин. На выездном приеме специалистов Центра медицинской профилактики трудовой коллектив одного из торгово-развлекательных центров города. Всем желающим измеряют давление и на специальном аппарате следят за работой сердца. Такие акции медики проводят регулярно. Виктор Степанов уже один из постоянных пациентов. В прошлом году именно на таком экспресс-тестировании врачи выявили проблемы с сердцем. Сейчас ситуация несколько улучшилась. Был сбой в сердце, прежде чем сердце он не наблюдается. Остается один маленький нюанс – это высокое давление. Но я думаю, что по рекомендации врачей мы это дело поконтролируем. Слова благодарности от всех тружеников, нашего торгового комплекса, и от меня лично. После тестовых проверок медики дают консультацию, что делать, если выявлено отклонение. Примечательно, что к акции присоединились не только работники торгового центра, но и его посетители. Среди желающих проверить свое здоровье очень много молодых людей. Всегда важно знать, какое здоровье. Не лишний раз проверить. Интересно. Такое первый раз видим. Не всегда соберешься и пойдешь к врачу целенаправленно. Всегда что-то отвлекает. Очень хотелось узнать состояние сейчас, сегодня, какие-то ценные рекомендации получить. Я их получила. Кроме того, медики раздали памятки с информацией, как вести себя в случае возникновения инсульта и как его предотвратить. Акция продолжается. В ближайшие дни специалисты Центра медпрофилактики развернут мобильные посты здоровья и в других заведениях города. Революционные события февраля и октября 1917 года – трудный период в истории нашего государства. О нем рассуждают и спорят взрослые, а уж говорить об этом времени с детьми – дело очень сложное. Но Анапская Центральная Библиотека справилась с этой задачей в преддверии столетия Октябрьской революции в России. На экскурс в историю пришли учащиеся школы номер 6, а также почетные гости. Историк и краевед Валерий Валиев, председатель Анапского совета ветеранов Анатолий Гапонов, заместитель председателя совета ветеранов Иван Денисенко. Тематическая встреча сопровождалась яркой презентацией с историческими фотографиями начала 20 века и кадрами из фильма «Октябрь» режиссера Эйзенштейна. Это позволило юной аудитории соприкоснуться с революционной атмосферой тех лет. Гости задавали восьмиклассникам вопросы, приводили примеры и говорили о том, что важно помнить о переломных моментах истории России, о тяжелых годах борьбы и страданий, о Великой Октябрьской революции, разом перевернувшей ход мировой истории в целом. Та власть, которую принес «Октябрь» на российскую землю, она ликвидировала беспризорность, безграмотность, о чем Валерий Александрович рассказывал перед школьниками. Мы, конечно, стремимся это передать, чтобы они стремились изучать свою историю. В Анапе состоялся чемпионат Восточной Европы по пауэрлифтингу. На состязании прибыли более ста тяжелоатлетов с разных регионов России. Каждый из них боролся за право занять первые позиции, а также за присвоение квалификации мастера спорта. Вес одной такой штанги более 250 килограммов, а попытка только одна, поэтому права на ошибку нет. На чемпионат Восточной Европы по пауэрлифтингу прибыли сильнейшие спортсмены со всей страны. Соревнования проводятся под эгидой комитета пауэрлифтинга и любительского отделения Всемирного конгресса пауэрлифтинга. Это впервые проходит в Анапе такого масштаба чемпионата пауэрлифтинга. И в первую очередь это опять же перелистывает страницу в истории города. Мы стараемся в Анапу затянуть лучшие мероприятия, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни среди молодежи, среди детей. Ну я надеюсь, что у нас получается настолько зрелищный вид спорта. Это очень интересно. Большие веса, мощные ребята, стальные мышцы. Это мотивирует к занятиям спорта. Всего спортсменам предстояло три испытания. Становая тяга, жим штанги лежа и классический жим в приседе. Примечательно, что на этот турнир также прибыли и женщины. Причем не в качестве зрительниц, а в качестве полноценных участниц. Ольга Потапова приехала из Новороссийска. Занимается пауэрлифтингом более шести лет. Как признается сама, в спорт привел супруг. Муж предложил, говорит, давай попробуем пожать. Я говорю, ну давай. Ну и вот так вот мы и стали жать. Я чемпионка Кубка Евразии города Краснодара. Заняла первое место, пожала 55 килограмм. При весе 52. Призываю, как говорится, всех женщин заниматься спортом. Во-первых, фигура красивая. Во-вторых, это всегда здоровье. Мне 37, я думаю, что я не выгляжу на свои 37. Организаторы отмечают, что место проведения соревнований выбрано не случайно. Побережье Краснодарского края, где еще держится теплая погода и всегда чистый воздух, идеально подходит для осеннего чемпионата подобного уровня. В Анапе участники могут не только посоревноваться, но и качественно отдохнуть после сложных испытаний. На этих соревнованиях были поставлены три рекорда России и два рекорда Европы. В числе лидеров Дмитрий Горбачев из Москвы, новороссиец Владислав Захаров и Сергей Стародубский из Таганрога, который взял вес в 320 килограммов. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» молочная «Тавр» вареная – 218 рублей. Салями финская с можжевельником – 299 рублей. Сосиски «Тавровские» – 188 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая – 93А. Крымская – 98. Амелькова – 28. И Астраханская – 75А. По прогнозам синоптиков, 25 октября в Анапе ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем до плюс 14 градусов. Ночью прохладнее – 8 выше нуля. Ветер северо-восточный – от 6 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 14 градусов. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапокян» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Социальные дни в медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова